Девушки отдыхают А еще я прыгаю лучше всех Прыжки Посмотри, как мы летаем А, я понял А давайте проведем конкурс Кто из нас самый-самый-самый И друзей позовем Да-да-да-да-да, отличная идея А победит тот, кто самый... Какой? Э, не знаю О, я у взрослых спрошу, что значит самый-самый Самый-самый Это тот, кто умеет быстро и ровно строить Я люблю смотреть Когда кто-то красиво танцует Для меня это самый-самый Удивительный талант Самый-самый Это тот, кто ловок и силен Меня, если честно Восхищает умение хорошо петь Самый-самый Это тот, кто много знает И может отгадать самые сложные загадки Спасибо Теперь я понял, какие задания надо включить в наш конкурс Итак, начинаем наш конкурс Самый-самый Ура! Первое задание Построить домик Начали! Давайте посмотрим ваши домики Кто-нибудь! Выпустите меня! Теперь посмотрим Кто самый ловкий и сильный Не расстраивайтесь, девочки Впереди еще много конкурсов Детишки Теперь спойте нам, пожалуйста До-ре-ми-ко 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 Кто по мустику пойдет Мы ч force Никого не слышно Кто впервые Мы себе найдем, мы найдем Я вам признаюсь, у соловья Песням научилась я Браво! 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 Следующий конкурс Внимание, загадка И на суше, и в воде Носят дом с собой везде Путешествуют без страха В этом доме Черепаха! Кажется, мы тут не самые-самые И завершат наш конкурс Танцевальные номера Итак, победителем нашего конкурса Стал Стала Стали Стали все участники Поздравляем! Ура! Ура! Оказывается, каждый из нас в своем деле Самый-самый Привет, я Лунтик Я снова с вами Выдуманная подружка Бабуля, пикник получится Замечательный Ну уж, на двоих вам точно пирожков хватит Раз Два Бабуля, а Луна тоже пирожков захочет? Луна? Кто это? Наша новая подружка С луны Вон, с Кузей играет Три, четыре, пять Пярь это искать Что-то никакой девочки я не вижу, милый А? Куда же она подевалась А, так ты хочешь, чтобы я положила еще пирожков Для твоей воображаемой подружки? Пожалуйста Но бабуля, она нет! Лунтик, ты там скоро! Выходи! Вот и для подружки пирожки! Спасибо! Пока, бабуля! Представляешь, Лунтик придумал себе подружку, чтобы попросить побольше пирожков! Ох уж эти детишки! Луна! Луна! Ты где? Раз-два! 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 Стой! Раз-два! Кора нам пригодится! Ну-ка, взяли! Луна здорово играет в прятки! Ага! Луна! Бабуля Капа делает такие вкусные пирожки! Выходи, я тебя угощу! Пирожки! Жёлтый монстр! Прекратить операцию! А-а-а! 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 О-о-о! Лунтик! Это ты натворил? О-о-о! Нет, деда Шер, это Луна! Лунтик, нехорошо перекладывать вину за свои проступки, на невидимую девочку. Пожалуйста, извинись перед дядей Шнюк. Но, деда! Простите, дядя Шнюк. Мальчики, ступайте, а я помогу дяде Шнюку починить паутину. В шахматы потом доиграй. А-а-а! Луна! Я здесь! Ну, наконец-то мы тебя нашли! Какая вкуснота! Ага! Но я снова хочу играть! У вас есть мячики? Конечно, есть! Хм! Ух ты! Мальчики, что здесь произошло? Прости, бабуля, мы с Луной играли. Где же ваша Луна? Что-то я её не вижу, потому что она выдуманная. А вот нет! Ого! Жалкий Лунтик! Я не Лунтик, я Луна! Значит, Лунтик не шутил. И ты правда его новая подружка с Луны? Об этом я и пытался тебе сказать. А мы-то Лунтику не поверили. Ха-ха-ха! Луна, добро пожаловать на Землю. Мы хотим всё о тебе узнать. Но сперва давайте все вместе наведём порядок. Вот так баба Капа, генерал Шер и дядя Шнюк познакомились с Луной. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Редкая драгоценность. Кузя, ну зачем так спешить? Это всего-навсего смородина. Редкая смородина, Лунтик. Красная. Всего один куст на весь лес. Говорю вам, настоящая драгоценность. Поторопимся. Красная смородина. Ням-ням-ням. Вот видишь, будем копошиться, все ягоды расхватают. Побежали вдоль пруда, там быстрее. Я застряла! У нас не получается отодвинуть камень. Лунтик, ну ты чего там? Не плачь, малыш. Сейчас мы тебе поможем. Давай-ка вместе. На счёт три. Раз, два, три! Ура! Спасибо, Лунтик! Уся, ура! Ну всё, теперь за смородиной. Красная смородина. Я слышала, ещё пара гроздьев осталось. Поспешим, дорогой. Тим, Дина, здравствуйте. А что здесь произошло? Ой, Лунтик, Кузя, привет. Это всё ветер. Сорвал наши фонарики и разметал всё по поляне. Надо развесить их до заката, чтобы осветить тропинку. Но, боюсь, не успеем. Фонариков слишком много. Да, неприятно. Мы помогли бы, но... И поможем? Кузя, ведь они наши друзья. Так, в какую сторону дул ветер? Пошли с нами за красной смородиной. Ага, если она ещё осталась. Спасибо, мы тут ещё не всё закончили. Идите без нас! Не сбавляем темп. До заката мы должны собрать полную тележку красной смородиной. Полную тележку?! Лунтик, нужно поторапливаться! Лунтик! Лунтик! Так, Лунтик, поднажмём! Спасибо! Как и следовало ожидать. Опоздали. А вот и нет. Кузя, смотри! Да нам ни за что не допрыгнуть так высоко. Клава? Я помогу. Наша смородина! Спасибо тебе большое. Ну вот, пожалуйста, темнотища. Ничего не вижу. Отойди-ка в сторонку, Кузя. Тим, ты просто наш спаситель! Ах, опять этот ветер! Это конец. Я так хотел попробовать редкую ягоду. Кузя! Ну, малыши! Спасибо! Красная смородина для Лунтика и Кузи и правда редкая драгоценность. Но по-настоящему бесценной оказалась помощь верных друзей. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Кто самый первый? Вупсень, вот скажи, ты траву любишь? Ну? Значит, ты вупсень-травупсень! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Там-та-ра-ра-рам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Кузя! Кузя, а ты мед любишь? Чего? Значит, ты медузя! Кузя-медузя! Ха-ха-ха-ха! Земляничка! Я земляничка? Вы что, совсем? Сами вы медузи с земляничкой! Хоп! А я, Кузя, самый первый! Это ты самый первый? Не смеши мой хвост! Это мы всегда самые первые! Правда, Пупсень? Еще бы! Проверим! Кто первый заберется на вершину холма, тот и первее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я первый! Ты... ты дорогу срезал! Мы так не договаривались! А давайте, кто первый до тети Моти! Давай! Любезнейший, я готова! Лунчик, поднимай! Есть поднимать! В этом году я очень похудела! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я первый! Нет, мы! Ой! Здравствуйте! А что вы делаете? Привет! Завтра у тети Моти день рождения! И Корней Корнеевич хочет запустить ее в воздух! Да-да! Это мечта всей моей жизни! Я буду парить, как пушинка, благодаря этой чудесной аэротрубе! Ее смастерил Корней Корнеевич! Смотрите! Здорово! Чур, я первый летаю! Почему это ты первый? Мы с Пупсенем хотим первые! Первые лети тетя Мотя! Завтра труба еще не настроена! Надо отрегулировать мне силу потока воздуха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в трубе мы первые полетим! Ну, мы еще посмотрим, кто первый! Никуда вы не полетите! А я полечу! Нет, полетим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой! 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 А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а! Ой! А-а-а-а! Ну вот, теперь вы не сможете пойти на день рождения тети Моти и полетать на воздушной трубе! А чего он говорит, что везде первый? Это мы первые! Первым надо быть не просто так, а только в хороших делах! Думаете, с тех пор Кузя и Гусеницы перестали спорить, кто самый первый? Ничуть не бывало! Но теперь они соревновались только в хороших и добрых делах! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Бочка с вареньем! Как приятно смотреть, когда кто-то работает! Ага! Как будто сам работаешь! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дядя Корней! Вы нам весь обзор загородили! Ребята, мне нужна ваша помощь! Нужно принести из Большого Холма бочку с вареньем! Бочка с вареньем? Это по нашей части! А откуда она взялась? Друзья из соседнего леса подарили! Мы устроим праздник и всех угостим! Вот только бочка очень большая, и одному мне ее не донести! Поможете? Получается, как бочку тащить, так мы! А как варенье уплетать, так все! Нет, так не пойдет! Пускай кто-нибудь другой бочку принесет, а мы только варенье есть будем! Ну что ж, очень жаль! Пойду попрошу Лунтика и Кузю, уж они точно не откажут! Вупсень, а бочка варенья, это много? Много! Но если на всех делить, нам почти ничего не достанется! Вот бы забрать все это варенье себе! А, кажется, я кое-что придумал! Вупсень, из-за твоей маскировки я ничего не вижу! Тише, они идут! Какие все-таки гусеницы вредные! Никогда от них помощи не дождешься! Они иногда нам помогают! Они помогают только тогда, когда что-то за это получают! Например, мед или пирожки! А просто так, для других, они ничего делать не будут! Я предлагаю не угощать вареньем из этой бочки! А это! Откуда здесь появился этот куст? Ой! Лунтик, ты куда пропал? Мы почти пришли! Кузя, тут куст пропал с дороги! Какой куст? Побежали быстрее! Мы же обещали помочь Корнею Корнеевичу! Растяпа! Из-за тебя нас чуть не заметили! А я тебе говорил, что из-за этой травы ничего не видно! Ладно, побежали! О, бочка! Какая огромная! Тебе, наверное, показалось! Ну, разве бывают бегающие кусты? Ты помнишь, что надо говорить? Помню, помню! И подведи, Пупсень! Стойте! Подождите! Случилось страшное! У муравьев прорвало плотину! Им срочно нужна ваша помощь! Прорвало плотину? Какой ужас! Да! И теперь водой может затопить весь лес! Что же мы стоим? Надо спасать муравьев! Кажется, получилось! Как жалко! Из-за этой плотины все остались без варенья! Стойте! Гусеницы нас обманули! Смотрите! Держи бочку крепче! Она такая тяжелая! Спасите! Помогите! Ой! Что это? Угощайтесь, гости дорогие! Подходите за добавкой! Держи, Лунтик! Гусеницам было стыдно за свое поведение! Но они с радостью приняли приглашение Лунтика! А варенья, конечно, хватило на всех! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Хорошие манеры! Хорошие манеры! Ура! Ура, блины! Ура, блины! Странно, а где же черничное варенье? Я же точно его брал! Вон оно, деда! Сейчас я его принесу! А-а-а! Да-да! Привет, Клава! Ты пришла к нам на пикник? Пикник? Ну-ка, Лунтик, где там наше черничное варенье? Его съела жаба Клава! Она пришла на пикник! Жаба Клава? От этой жабы одни неприятности! Мы никогда ее не приглашаем на наши праздники! Совсем не умеет себя вести! Бедная Клава! Клава, Клава, смотри! Это книжка про хорошие манеры! Теперь тебя будут приглашать на праздники! Ха-ха! Когда вы приходите, обязательно надо со всеми поздороваться! Давай, Клава! Не так! Надо сказать здравствуйте! Клава! Нельзя так открывать рот при всех! Если ты хочешь зевнуть, то должна прикрыть рот рукой! Вот так! Еду надо есть вилкой и ножом! Клава, веди себя хорошо! Тут еще много всяких правил! Едят и пьют спокойно, бесшумно и не гримасничая! Всякие звуки, издаваемые при еде, свидетельствуют отнюдь не о хорошем воспитании! С полным ртом не разговаривают и не смеются! Клава, хватит играть! Чтобы остудить суп, не нужно дуть втор... Клава, что ты сделала? Я так хотел научить тебя хорошим манерам! Ну, ты и правда не умеешь себя вести! Попробуй вот это! Попробуй вот это! Приятного аппетита! Клава, иди к нам! Спасибо! Спасибо! Хорошие манеры творят чудеса! Теперь жабу Клаву с удовольствием приглашают на все праздники! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Велосипед Привет, Лунтик! Ты готов? Еще нет! Помогаю Бабе Капе с уборкой! Жаль! Так хотелось покататься! Если хочешь, бери велосипед и катайся! А я попозже приду! Ой! Спасибо, Лунтик! Так тяжело разогнаться! Наверное, что-то не так с велосипедом! Может, Корней Корней еще показать? Говоришь, медленно едет? Хм... Возможно, тормоз заедает! А что такое тормоз? Он нужен, чтобы снижать скорость или останавливаться! Возможно, он слишком сильно затянут и мешает тебе быстро ехать! Ну вот, с тормозами все в порядке! Можешь кататься! Спасибо, дядя Корней! До свидания! Сейчас как разгонюсь! Так я далеко не уеду! А что, если попробовать без тормозов прокатиться? Наверное, будет быстрее! Хм! И зачем они нужны? Только мешают! Вот теперь разгонюсь! Вот это скорость! Ой! А-а-а-а! А-а-а! 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 Что за шум? А-а-а! А-а-а! Привет, пчеленок! Ты Кузю не видел? Привет! Нет, не видел! Куда же он подевался? А-а-а! Лунтик, берегись! Ой! Остановите меня! Остановите! Вот он! Хватай его! Тормози! Не могу! Я снял тормоза! Тогда отпускай велосипед! Не могу! Мне страшно! Отпускай! Иначе врежешься куда-нибудь! А-а-а! А-а-а! Берегись! Берегись! А-а-а! А-а-а! Что происходит? Что с Кузей такое? Носится, как угорелый! Нас чуть не сбил! Он снял тормоза и не может теперь остановиться! Помогите! Нужно что-то придумать! Да запросто! Пупсень, бери бревно с другого конца! Что это вы собрались делать с нашим бревном? Сейчас увидите! Это точно его остановит! Он же упадет! А вдруг он больно ударится? Но наша задача остановить! А за ушибы мы не отвечаем! Может еще скажете, подушку ему подложить? Подушку? Точно! Спасибо, Пупсень! Кузя, ты не ушибся? Вроде нет! Да! Велосипеду точно нужен ремонт! Забираем бревно! Пойдемте к Корнею Корнеевичу! Он поможет починить велосипед! Эх, Кузя, Кузя, что же ты наделал? Ты же мог разбиться! Хорошо, что у меня были запасные тормоза! И больше не заставляю других волноваться из-за тебя! Да я и сам испугался! Никогда больше не сяду на этот ужасный велосипед! Велосипед вовсе не ужасный! Ужасно, когда на нем катаются без тормозов! Спасибо, дядя Корней! Велосипед дядя Корней починил! И благодаря этой истории больше никому не приходило в голову откручивать от велосипеда какие-нибудь важные детали! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Сластена! Сейчас попьешь чаю, и тогда можно будет идти гулять! Здравствуйте! Лунтик, ты скоро? Кузя, садись с нами пить чай! Спасибо, я не хочу! Нас пчеленок с Милой ждут! Уже бегу! Подождите! Попробуйте с чаем! Эти конфеты мне прислала сестра из соседнего леса! Вкусно! Ух ты! Вкусно! Я полетела! Меня Ширшуля заждался! Мы вернемся вечером! Хорошо, бабуля! Лунтик, пирожки в корзинке на печке! А можно еще конфеток? Только чуть-чуть! Много конфет есть нельзя! Они очень сладкие! Могут заболеть зубы! До свидания! До свидания! Какие вкусные конфеты! Раньше ничего подобного не ел! Кузя, пойдем! У тебя зубы заболят! Не заболят! Кузя, пойдем! Нас пчеленок с Милой ждут! Ты же сам сказал! Лунтик, давай еще по конфетке! Нет, пойдем! Лунтик, ну, пожалуйста! Давай вернемся! Много конфет есть нельзя! Всего лишь одну конфеточку! Правда, последнюю! Тогда давай Милу с пчеленком возьмем! Да, Милу с пчеленком нужно угостить! А ты правда не будешь? Нет, конечно, не буду! Я не хочу конфет! Кузя, стой! Я сам возьму! Ты же обещал! Кузя, как тебе не стыдно! Ты же обещал больше не есть конфет! Баба Капа говорила, что нельзя много сладкого! Будут зубы болеть! Сколько можно вас ждать? Что вы делаете? Нужно отвлечь Кузю от конфет! Я знаю, как это сделать! Кузя, а давай полетаем? Отпустили меня! Я не хочу летать! Это не страшно! Тебе понравится! Я не боюсь! Я просто не хочу! А теперь кульбиты! Отпустите меня! Отпустите! Я не буду с вами летать! Отпустите меня! Отпустите! Не хочешь и не надо! Ой! О! О! Где конфеты? Я спрятал их! Я ведь много не буду! Только одно и всё! Я не хочу, чтобы у тебя болели зубы! Пойдём прыгать на батуте! А давайте вместе спрыгнем! Хорошо! Ладно! Раз, два, три! А-а-а! А-а-а! Мой зуб! О! Так! Ну, показывай свой зуб! Хорошо, что Корней Корнеич умеет лечить зубы! Да! А то пришлось бы вырывать, и остался бы Кузя без зубов! Бедный Кузя! Кузя до сих пор любит сладкое, но теперь знает, что много конфет есть вредно! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Уборка! Кузя! Лунти! А-а-а! Какой у вас беспорядок! Ну-ка, быстренько приберитесь, а потом приходите пить чай! Хорошо! Луч солнца освещает башню замка! И вот появляется страшный дракон! Посетитель принцесс! Ах! Спасите! Спасите бедную принцессу! Ха! Принцессы другие! Девочки с золотыми волосами и голубыми глазами в красивых платьях! А-а! Как кукла Милы! Может, нам кукла подойдёт? Точно! Пошли к Миле! А как же уборка? А! Придём и уберём! Сейчас я угощу тебя тортом! Здравствуй, Мила! Привет! Здравствуйте, ребята! Мила, идём к Лунтику играть в красавицу и чудовище! А кто будет красавицей? Твоя кукла! Да? У меня столько дел, и на ваши игры совсем нет времени! А может, твоей кукле захочется поиграть? И она найдёт на это время! Мила, пожалуйста! Я спрошу её! Ладно, но только до вечера! Вечером я за ней приду, и мы вместе пойдём спать! Спасибо! Ага! Попалась! Ой! Спасите! Помогите! В замке ты меня не достанешь! А я разрушу замок! И схвачу тебя! Ой! Ребята! Как? Вы ещё не убрали? А уже обедать пора? Папулин, не волнуйся! После обеда обязательно уберём! Баба Капа так вкусно готовит! Ага! Лунтик, к тебе Мила пришла! Кузя, Мила пришла! Надо куклу вернуть! Только что-то я её не вижу! А ты? Я тоже не вижу! Лунтик! Ой! Иди скорей! Лунтик! Иди, отвлекай Милу! А я пока поищу куклу! А вот и Лунтик! Как поиграли? Очень хорошо! А я за куклой пришла! Ага! Ой! Что это у тебя там? Так, ничего! Хочешь, покажу красивый цветок? Около и его растёт! Давай! Только сперва куклу заберу! А может, пойдём к пруду? Побросаем камешки в воду? Ну, Лунтик! А может... А где же моя кукла? Где-то здесь! Ну вот! Мы её здесь до утра не найдём! Ну, тише, тише! Мила, не плачь! Лунтик, Кузя, что случилось? Почему Мила плачет? Вы её обидели? Нет! Мы её куклу потеряли в комнате! Ой! Какой беспорядок! Ребята, срочно уберите! И тогда вы обязательно найдёте куклу! Ура! Вот она, принцесса! Нашлась! Ха-ха-ха! Мила, извини, что так вышло! Да! Мы как-то не думали, что так получится! Ах! Ладно! Мы вас прощаем! Давайте я вам прибраться помогу! Лунтику и Кузе так запомнилась эта история, что они решили больше не устраивать такой беспорядок! Вдруг опять что-то потеряется! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Бабуля будет довольна таким подарком! Ай-яй-яй-яй! Пока сохнет, письмо о бабуле напишу! Облачко! Облака так похожи на пушистые пёрышки! Интересно, они такие же мягкие? Не знаю! Я бы с удовольствием их потрогал! Вот бы к нам спустилось хотя бы одно! Пусть самое маленькое облачко! Не может быть! Облачко! Оно нас услышало? Оно и правда мягкое! И пушистое! Наверное, оно хочет, чтобы мы его погладили! Оно же испачкается! Ты такая белая! Тебе нельзя ходить по земле! Лучше лети! Лети же! Что это с ним? Может, оно ещё маленькое и не может взлететь? Что же нам делать? Давай я сбегаю и спрошу дядю Корнея! А ты пока последи за ним! Хорошо! Здравствуйте, Корней Корнеевич! Здравствуй, Кузя! А вы не знаете, как ухаживать за маленькими облачками? Опять фантазируете? Ну, вообще, облака питаются водой От этого они растут, становятся большими Спасибо за совет! До свидания, Корней Корнеевич! До свидания! Придумают же, ребятки! Я узнал, что облака питаются водой! Точно! Может, оно кушать хочет? Пойдём скорее к ручью! Ну вот, готово! Где же шаль? Была же здесь! Ух, хорошо! Мягонько! Моя шаль! Что вы наделали? Это вы что наделали? Мы этот пух полдня собирали! Извините! Смотри, облачко! Сколько тут воды! Видишь, как оно обрадовалось! Зацепилось! Мы поможем тебе! Все, тащи меня! Кузя, я не смогу тебя поднять! Раскачай меня и подбрось к берегу! Я приземлюсь! Хорошо! Мама, стой! Стой! Не бойся! Отдай облако! Отдай наше облако! Ой! Прости, облачко! Не найду я эту шаль! Она может быть где угодно! Ребята, а вы-то чем расстроены? Нам облачко жалко! Мы хотели, чтобы оно спустилось к нам! И облачко послушалось! А теперь оно летать не может! И уже никогда не вернется к себе домой! Ну-ка, дайте его мне! Моя шаль! Нашлась! Какая шаль? Я сплел ее в подарок для бабушки! Где вы ее нашли? Она спустилась к нам с неба! И мы думали, что это облачко! А оказалось... Ну и что? Зато мы нашли подарок для бабушки дяди Шнюка! Значит, все облачко там, наверху? Ура! Друзья вовсе не расстроились, что вместо облачка к ним спустилась шаль! Кто знает, каково облакам на земле! Главное, что на небе им точно хорошо! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Здравствуйте, дядя Шнюк! Здравствуй, Лунтик! Какая у вас необычная паутина! Да, это особая, очень прочная паутина! Я ее плету по этой книге! Ой, можно посмотреть? Ее составила для меня моя бабушка! А-а-а! Как красиво! Пожалуй, паутину можно доделать и дома! Давай ее снимем! Ой! А-а-а-а! 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 Ой! Дядю Шнюк, почему вы так боитесь грозы? Гроза! Это случилось, когда я был еще совсем маленький! Во время грозы молния ударила в дерево, под которым я прятался от дождя! Дерево стало падать прямо на меня! От испуга я не мог пошевелиться, но моя бабушка бросилась ко мне и вытащила из-под падающего ствола! Какая у вас отважная бабушка! Да, она всегда очень заботилась обо мне! Лунтик, а где та книга, которую я дал тебе посмотреть? Ой, кажется, мы забыли ее на улице! Как забыли? Это же моя самая ценная книга! Ой! Лунтик, стой! Ты куда? Дядя Шнюк! Ох, что же он так долго? Лунтик, я иду! Лунтик, я иду! Ай-ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Дядя Шнюк! Дядя Шнюк! Дядя Шнюк! Дядя Шняк! Ай-ай-ай! Ай! А-а-а! 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 О-о-о! О-о-о! Фу! Вот мы и дома Ты не сильно испугался, Лунтик? Я так испугался, дядя Шнюк А вы, оказывается, такой же храбрый, как ваша бабушка После этой истории паук Шнюк перестал бояться грозы Правда, во время сильной непогоды Все-таки плел свою паутину дома Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok